МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сегодня мы с вами поговорим о том, как создается музыка, что стоит за личностью музыковеда, что есть творчество. Этому можно научиться или все-таки прирожденный дар? Да, сегодня у нас в гостях люди, которые помогут нам с этим разобраться. Артур Равильевич, вы являетесь руководителем теоретического отделения музыкального училища. А рядом с вами Анастасия Семенова, студентка третьего курса. Мы рады вас здесь видеть. Положа руку на сердце, мне бы хотелось сказать, что первая ассоциация с теоретическим отделением – это очень скучная теория. Ну да, если честно, представляются такие академики в очках с толстыми линзами, которые сидят в библиотеках под небоскребами пыльных нот и разбирают они материальную музыку на шпинтики и винтики. Не до конца понятно, зачем это нужно. Разве творчество – это не дитя, а вдохновение? Ну, Оля, ты прямо точно с языка у меня сняла первую ассоциацию на самом деле. И правда, как теория превращается в практику? Артур Равильевич, вот на ваших занятиях вы очень часто поражаете нас спонтанной импровизацией. Вот хотелось бы узнать, это результат огромного труда или все же нечто прирожденное, такой врожденный дар, прирожденный дар. Ну, о моих талантах и дарах не будем говорить. Давайте сразу приступим к делу. Я не согласен с тем, что теория музыки – это что-то скучное, винтики, шпунтики. Теория, прежде всего, она позволяет познать законы, тайные законы организации музыки. Вот представим себе, возьмем такую тряду замечательную – композитор, исполнитель и музыковер. Композитор – это создатель, творец музыки. Может ли он без знаний закона музыки что-то сделать? Вот представим себе, что вы гениальный композитор, и вы можете найти тот мотивчик, с которого можно слепить здание огромного произведения. Но без знаний это сделать невозможно. Бетховену достаточно четырех звуков. Та-та-та-там! Чтобы создать огромную пятую симфонию. Значит, нужны обязательно знания. Это позволяет сделать теорию. Исполнитель – то же самое. Он транслирует идею композитора в широкую служебскую аудиторию. И без знаний законов музыки он тоже это глубоко и точно сделать не сможет. Музыковед – это музыкант, который размышляет о музыке. Пытается дойти до самой ее сути, как писал Пастернак. Поэтому теория музыки – это общение с музыкой. И, поверьте мне, это всегда очень интересно. Чем конкретно занимаются студенты на теоретическом отделении? Ну, вот в дипломе наших студентов стоит такая специализация. Преподаватель – организатор музыкально-просветительской деятельности. Это дает очень широкое поле деятельности нашим выпускникам. Я думаю, что теоретическое отделение наиболее универсальное. Потому что наши выпускники могут работать в самых разных сферах музыкального искусства. Это и педагогическая, конечно, работа, преподавание в школах и в училище дает право преподавать музыкально-теоретические дисциплины. Это и музыкальная журналистика. Кстати, наши выпускники работают и работали и на радио, и на телевидении. Музыкальная критика, музыкальная наука, если кто-то дальше идет. Наши выпускники имеют право быть руководителями музыкальных коллективов. Есть даже такое понятие – музыкальный менеджмент в области сферы музыкального искусства. Хорошей традицией на отделении является подготовка чувашских композиторов. Со дня открытия отделения эта традиция не прерывается. И большинство современных профессиональных чувашских композиторов выходцы в прошлом с нашего отделения. Или возьмем такую сложную специальность, как дирижер симфонического оркестра. Это одна из самых сложных специальностей. У нас есть тоже возможность дать начальные азы, навыки симфонического дирижирования. Мне приятно сегодня сказать, что в недавнем прошлом наш выпускник, а ныне студент Нижегородской государственной консерватории, студент именно кафедры симфонического дирижирования Николай Кадыков, является руководителем нашего студенческого симфонического оркестра. Ну вот, наверное, мы его сейчас посмотрим. Могу послушать. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как желтый одуванчик у забора, как лопухи и лебеда Это о тайне поэзии Но музыка не меньшая тайна, а может быть даже еще и большая Не соглашусь, что звуки – это ссор Скорее всего, это песчинки в безбрежности пространства и времени Тайны остаются таким образом Гений художника создает из этой звуковой материи Музыкальный шедевр, музыкальное произведение, гениальную музыку и так далее Вот это удивительно Я вспоминаю маленькую трагедию Пушкина, где об этом гениально совершенно Пушкин рассуждает В начальном монологе Сальери так мучительно анализирует свою жизнь Свой путь в искусство, трудный, полный невзгод, напряженного труда И вот, казалось бы, Сальери достиг высот Он говорит, музыку я разъял как труп Я поверил алгебре и гармонию То есть я понял все законы, он дошел до предела Для него нет тайн в этой системе музыки Но что мучить так Сальери? Он понимает, что все-таки в тайну шедевра он не проник Тайна доступна только гению Моцарта И отсюда такая страшная, мрачная тоска и зависть, которую охватывает Сальери Он сам говорит, завистник, я глубоко, мучительно завидую Так вот, возвращаясь к началу разговора Я должен сказать, что теория музыки позволяет приблизиться к тайне А согласитесь, это чертовски интересно всегда Это интересно А вот где дальше вот этот импульс именно творческий рождается Когда мы уже применяем теорию? Вот мы с вами говорили Теория позволяет понять какие-то законы Без этого невозможно И, наверное, это является комплексом Если вы не владеете теорией То и шедевр не получится Значит, и не о чем говорить То есть это все вместе Это вот нельзя отделить теорию от практики От художественного образа Образ музыкальный Он складывается из вот этих компонентов, которые заложены Вот это организация материи Ну, а шедевр это уже от Бога, наверное Говорят, поцелованную макушку Да, очень интересно Потихонечку начинают раскрываться грани Вашей специальности, вашей профессии Артур Евгеньевич, напомните, пожалуйста Сколько лет теоретическому отделению? Наше отделение было открыто в 1959 году По инициативе, ну, именитого, известного чувашского композитора Виктора Александровича Ходяшева Который был и долгие годы первым заведующим отделением Поэтому в этом году мы справляем двойной юбилей 90 лет музыкальному училищу и 60 лет отделения теории музыки Да, у нас очень много событий в этом году Концертов практически каждую неделю по этому поводу Но расскажите, пожалуйста, за эти годы о самых ярких выпускниках отделения теоретического Ну, нам есть кем гордиться Вот когда отделение открыли в 1959 году Уже через несколько лет это дало свои результаты И сегодня мы можем говорить, ну, по крайней мере, два имени я могу назвать Это Михаил Григорьевич Кондратьев Это крупнейший музыковед не только чувашский, но и на российском уровне Один из самых авторитетных музыковедов и исследователей чувашской музыки И не только Это, безусловно, доктор искусствоведения, профессор И, конечно, это Александр Георгиевич Васильев Я считаю, это высшая точка в развитии профессиональной чувашской музыки Композитор Последний, третий, двадцатого, начала двадцать первого веков Конечно, вот ту планку, тот уровень, который он достиг Но еще предстоит время, чтобы появился человек такого уровня Я считаю, это общероссийского масштаба Ну, а, конечно, если говорить о выпускниках более поздних лет Я могу вспомнить несколько имен Ну, скажем, Мария Черкова, Сергея Евдокимова, Анастасия Андреева Это все наши выпускники, которые потом продолжили и закончили Обучение в Московской государственной консерватории А это считается одним из лучших мировых вузов Или я, например, могу вспомнить Анну Нюрнберг Которая училась у нас, закончила наше отделение Потом музыковедение в Казанской консерватории В свое время выиграла грант правительства Нидерландов И целый год работала в архиве Феликса Мендельсона Изучала его рукопись, она свободно владеет немецким языком И результатом вот этой такой работы годичной Стал труд, посвященный органному творчеству Мендельсона Работы такого уровня до нее в России не было Сейчас она живет и трудится в Германии Так что у нас есть интересные личности Да, действительно, потому что и в Германии И столько именитых людей, которые внесли очень существенный Очень ощутимый вклад вообще в музыкальную науку Вот, возвращаясь к чувашским композиторам Мне бы хотелось эту тему все-таки продолжить Вот современных чувашских композиторов Можно, наверное, по пальцам пересчитать Их действительно очень мало А вот в начале прошлого века Как-то так получилось, что чувашская земля Родила очень большое количество именитых талантливых композиторов Их имена у нас у всех на слуху Да, по крайней мере у тех, кто на общественном транспорте И знают установку композиции Да, действительно, это Воробьевы, Павлов, Максимов Их имена известны, наверное, любому чувашскому человеку И не только, вообще профессиональным музыкантам Их мы называем чувашскими классиками Вот, как вы думаете, с чем именно был связан этот всплеск В начале прошлого века И вот, что мы имеем сейчас, на данный момент Ну, я не могу судить за всю чувашскую музыку Не считая себя большим специалистом Именно вот в области чувашской музыки Но скажу вам в целом свое мнение Здесь, наверное, есть общие законы Вот вы знаете философский закон Всеобщий перехода количества в качество Это еще Гегель, так сказать, его изложил Вот, этот закон, он проявляется во всех сферах жизни В том числе и в области культурного строительства Культурной жизни общества Каждый народ проходит свой путь, так скажем Накопление духовных каких-то ценностей Понимаете, да, духовных сил В какой-то момент они выстреливают И выталкивают на историческую арену Лучших своих представителей, можно так сказать Ну, скажем, для русского народа В 18 веке такой личностью стал Ломоносов Около столетий, где-то, ну, примерно столетий спустя Пушкин и Глинка Так получилось, что вот Чувашский народ, пройдя этот путь Сконцентрировал духовные силы В начале 20 века Именно в начале 20 века Вот выстрел, да, если образно говорить Вот эта пружина И сразу появился Появился Константин Иванов Михаил Сеспель, да Если мы берем литературу, поэзию И, конечно, знаменитая Триада Воробьев, Максимов, Павлов Они заложили как бы основу профессиональной школы Это было толчком развития уже профессионального искусства А вот, как я уже говорил В 60-е, в 70-е годы Новый всплеск дал Чувашской музыке Значит, вот талант Александра Васильева Я думаю, что это общие законы Если взять по современности Какие проблемы именно присутствуют в этом направлении? Вот без проблем не бывает Мы живем в век проблем Мы их должны решать Конечно, проблема музыкального образования Проблема современной школы Ведь в России была создана уникальная Я считаю, система Трехступенчатая, трехзвенная система Подготовки музыкантов-профессионалов В свое время Крупные деятели музыкальные Еще в начале 20-го века Они это понимали Школа, училище, вуз Но должен сказать, что сейчас Эта система подвергается Серьезным испытаниям Мы надеемся, что она выстоит Потому что мы подпитываемся школой Мы даем дальше для вузов У родителей должна быть мотивация Вести детей в школу Надеемся, что впереди неплохие будут перспективы Мы пройдем этот сложный какой-то путь Турбулентности, как сейчас говорят политики Касательно школы музыкальной На своем опыте могу вспомнить У нас был факультативом Такой предмет, как композиция Ну, как-то не всем детям предлагалось этим заниматься Ну, не все могут этим заниматься Наверное, да Но, по крайней мере, он был В музыкальной школе И такой вопрос Как педагогу музыкального училища Насколько подготовленными Вы бы хотели видеть абитуриентов В училище? Преподаватели всегда хотят Видеть очень подготовленных И талантливых абитуриентов Конечно Ну, я считаю, самое главное Важны, конечно, и профессиональные основы Школа должна, конечно, вот эти первоначальные азы Давать, потому что музыка – это сложное все-таки явление Как мы понимаем с вами Но самое главное Должны быть люди, одержимые любовью к музыке Они должны хотеть Вот, как вы говорите, глаза горят, да? Вот, когда дети приходят и горят глаза И даже если он недостаточно подготовлен Это не страшно Желание, вот эта мотивация Быть в этой сфере Вот, это очень важно, я считаю Спасибо большое, Артур Авилевич Анастасия Вот, ты уже третья курсница И за это время Ты определенно набралась Некоторого количества опыта Вот, что тебе дали эти годы И насколько ты свободно себя чувствуешь Вообще в понимании музыки? Безусловно, годы обучения В училище дали мне очень много И, наверное, только в училище Я начала для себя понимать И открывать, наверное, свои какие-то способности То, что я могу Что я могу сделать лучше Потому что учиться на теории Безусловно, сложно Но и безумно интересно И мне бы хотелось еще больше Понять, куда ведет моя профессия И чем же я дальше буду заниматься Потому что она безумно очень интересная И увлекательная Вот, мировой опыт показывает Что многие крупные компании С удовольствием берут специалистов С музыкальным образованием Если есть в резюме такая строчка Музыкальное образование На любую техническую Разные специальности Исходя из того, что Музыкант, творческая личность Оба полушария головного мозга Мозга хорошо развита Могут интересные решения проблем найти И вот хотела бы тебя, Настя, спросить Чувствуешь ли ты, ощущаешь на себе Какое-то такое благотворное влияние Твоих занятий музыкой? Да, я, конечно, очень это ощущаю Тем более я, как вы уже знаете Учусь и в магистратуре, и в училище И еще успеваю работать И это все очень, как говорится Вернее, успеть стараюсь везде Потому что я такой человек Которому безумно интересно развиваться Узнавать себя И двигаться вперед Быть личностью В этой жизни Что касается проработу Вот вы сказали На технических специальностях Теоретики, они в первую очередь Ну, люди думающие Думающие рационально Потому что музыка Это такой тоже сложный предмет И, но в то же время Они думают Но и могут Так это все Преподнести Немножечко С каким-то креативом С какой-то краской И поэтому Очень здорово Когда люди На каких-то производствах Промышленных, допустим Или на каких-то технических Специальностях Но они вот Это все смотрится Как какая-то конфетка Значит, есть человек Который может все это Преподнести И поэтому, как говорит старетик Он зрит всегда в корень Спасибо Спасибо за этот ответ Ну Нам бы хотелось Пойти дальше Вот У вас на отделении Не очень много студентов Поэтому решили Поговорить с некоторыми Из них Поэтому предлагаю Сейчас посмотреть Коротенькое интервью С каждым Давайте вот Сейчас посмотрим Этот видеоролик Он очень интересный Ну, с удовольствием Не смогу Не смогу Да, давайте Давайте Хотелось бы, конечно Чтобы я умел Это конкретизировать Но я пока что Только учусь Да Творчество идет Творческий поток Вдохновение Где здесь прикладывается теория Ну, во-первых Творчество Ведь, как говорили И Тхоми И Чайконцы Они говорили Что вдохновение Приходит к твоему любимому Вот И во-вторых Конечно Когда ты Больше знаешь О гармонии О полифонии О композиции То тебе Легче самому Выразить Своё вдохновение Свою творческую Пару Свои идеи Антон Что для тебя Музыка Есть что-то Божественное Красивое Пришел Потому что У меня Почувствовало Что мне интересно Музыка Буду ли я там Преподавать Или еще что-то Может быть Я Ну, переучусь Где-то Я даже не знаю Просто не хотелось Чтобы в мозг Вошла в мою жизнь Как-то более полный Как бы Я хотел попробовать А там уже видно Насколько это Меня затянет Ксения мета Я бы был на дырых Из-за мета Вашлейбе Фаррья хран Санан Мана Слажу Унба Продаван Будна Аплодион Расширасыбур Из-за Варам Музыка Теория Уйры Меджи И кем Шкурс Ставрин Мневача Плана Манна Ширасыбур Меджи Турдом Бурдан Анчак Там Музыка Уйры Вознете Пчерски Какие интересные ребята Я при всем желании Не могу себе представить Что когда они вырастут Станут как раз таки Тетеньками И дяденьками В очках С толстоправой С заваленной Кипой Нот И вот Жизнеописаниями Разных Именитых Композиторов Без этого тоже нельзя Да Ну тем временем Наша передача Подошла к концу Мы благодарим наших гостей За увлекательную беседу Вам большое спасибо Желаем вам творческих Профессиональных успехов Благодарю Да И вам И нашим телезрителям С вами были Ольга Абрамова И Алексей Александров До встречи в эфире Тебе рюло Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова